На 7 миллиардов рублей планируют увеличить доходы и расходы областного бюджета на 2021 год. Об этом стало известно на заседании Комитета Донского парламента по бюджету, налогам и собственности. Депутаты рассмотрели поправки на этот год и на плановый период 2022-2023. Изменения обусловлены увеличением собственных доходов областного бюджета, безвозмездными поступлениями из федеральной казны и увеличением расходной части. А значит, появились новые возможности для решения первоочередных задач. Отметила министр финансов Лилия Федотова. Важное решение – это увеличение расходов на обеспечение жизненно важными медицинскими препаратами льготных категорий граждан, увеличение расходов на 500 миллионов рублей, поскольку на уровне федерации расширен перечень этих лекарственных препаратов. Мы предусматриваем дополнительные расходы на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Впервые выделяют средства на оснащение инфекционных лабораторий. Их по области будет создано 12. Вырастут расходы и в сфере ЖКХ. Почти 722 миллиона рублей будут направлены на строительство и проектирование объектов водоснабжения и газификации в населенных пунктах. Добавят финансов и в сферу образования. Мы выделяем 11 миллионов рублей. Сумма вроде бы небольшая, но мы задачу поставили, по-моему, в 18 территориях, сделать классы для деток, которые болеют расстройствами аутистического характера. Кроме этого, 470 миллионов рублей на ремонт школ, детских садиков к 1 сентября. Все обязательства, которые бюджет на себя взял, выполняются в полной мере, отметил председатель комитета по бюджету Андрей Харченко. В этом году изменения параметров областного бюджета на 2021 год рассматриваются уже в третий раз. И все в сторону увеличения. В результате доходы выросли до 226 миллиардов рублей, расходы – 243. Дефицит бюджета – 17 миллиардов. Комитет одобрил данные изменения и рекомендовал их к принятию на очередном заседании ЗАГСобрания, которое состоится 29 июля. Наталья Самойлова, Максим Шапошников, Дон-24, Ростов-на-Дону.